Всем привет, с вами Андр. Сегодня хочу записать такое нестандартное видео, но тем не менее оно будет на привычную для вас и для меня тематику. Сразу скажу, что взлома сегодня не будет совсем, поскольку полностью информация об этом эксплойте будет рассекречена только к 1 ноября, поэтому ждем. Ну а сейчас давайте поговорим об этой самой новости. Это новость, которая за последние пару дней появилась, наверное, на всех новостных порталах, которые так или иначе связаны с техникой, с электроникой, с компьютерами. В общем, крэк. В эти выходные стало известно, что группа специалистов, причем, что самое интересное, это не хакеры. Они готовят раскрытие информации о некоторых критических проблемах в ИПА-2, которые позволяют обойти защиту и прослушивать весь Wi-Fi трафик, передаваемый между точкой доступа и компьютером. Я когда-то уже говорил о том, что в Wi-Fi сетях ваши данные, такие как пароли, номера кредитных карт и многое другое, может быть легко перехвачено злоумышленниками. Но это так, только если пароль это ваша Wi-Fi сети, стал известен кому-то еще, ведь до момента подключения к вашей сети, ваша сеть считалась защищенной. Ну, по крайней мере, так было до этого момента. Но теперь ВПА-2 официально взломали, и с этого момента, чтобы перехватить ваши данные, к вашей сети даже не нужно подключаться. Не надо захватывать хендшейки и перебирать пароли, как это было раньше. Как это работает, пока известно не до конца, потому что те, кто нашел эту уязвимость, поступили как истинные белые хакеры. Они направили более чем 100 организациям информацию об этой уязвимости с подробным описанием с технической стороны, чтобы производители устройств, особенно те, кто производит роутеры, как можно быстрее выпустили фикс этой уязвимости. Полную информацию о взломе ребята, как я уже сказал, опубликуют к 1 ноября после выступления на конференции, которая была посвящена, которая будет посвящена информационной безопасности. Но то, что сейчас официально известно, уязвимость находится как раз в том самом механизме управления ключами в хендшейке ВПА-2, который мы с вами, между прочим, ловили для того, чтобы взломать нашу Wi-Fi сеть. Эксплуатировая эти баги, можно добиться расшифровки трафика, осуществить HTTP инжекты, перехватить TCP соединения, и, короче, можно делать очень и очень много вещей, которые, ну, я больше чем уверен, вы бы не хотели, чтобы с вами произошли. Иными словами, это баг на века, как кто-то уже написал на форуме Hacker.ru. На ютубе вот опубликовали они вот этот вот ролик, в котором демонстрируют способ взлома. Ролик, честно говоря, интересный, советую вам посмотреть его, я не буду весь вставлять сюда, потому что авторские права и все такое. Но, немного проанализировав этот ролик, становится понятно, что здесь используется атака митом, переводится как человек посередине, man in the middle. Атакующий находится в радиусе действия сети жертва и при помощи двух сетевых карт создает фиктивную точку доступа с таким же названием, но с другим каналом. После чего жертва принудительно отключается от своей точки доступа и подключается к фейковой, думая, что это нормальная точка доступа. Далее при помощи ретрансляции пакетов проводится авторизация на настоящей точке доступа. Вот здесь, кстати, и кроется сама уязвимость, ведь до этого это не было доступно. И все данные начинают идти через наш компьютер, то есть мы находимся посередине между жертвой и роутером и перехватываем весь их трафик. Ну, трафик ловится очень легко, тоже самое программа Wireshark, вот вы ее видите. И что самое печальное, друзья, на данный момент ни отказ от шифрования от KIP в пользу iOS, ни использование сложного пароля вас не спасут в этой ситуации. Этой уязвимости подвержены абсолютно все точки доступа, начиная от дешевых TP-линков, заканчивая дорогими микротиками. И даже использование протокола HTTPS в данном случае вас не спасет, потому что злоумышленник может поднять у себя SSL-стрип, который принудительно отключит вас от HTTPS. А вы, проигнорировав это предупреждение, зайдете к себе в ВК, как ни в чем не бывало. Вас выкинет на страницу авторизации в ВК, и вы ничего не заподозрите и введете свой логин-пароль, я больше чем уверен. Если вам дороги ваши личные данные, никогда не вводите свои логины и пароли, а уж тем более номера банковских карт. Если у вас на сайте не используется HTTPS, обратите внимание, вот этот значок, он должен быть нормальным, и здесь должно быть написано защищенное соединение. То есть, если я сейчас здесь что-то введу, оно легко может быть перехвачено Катюхой, которая сидит там где-то снизу. На ролике, кстати, вы как раз и видите момент перехвата логина и пароля. В обычном HTTP протоколе данные как раз и передаются вот в таком вот открытом виде. И их, собственно, сможет получить любой. Мне вот, кстати, пришло сейчас обновление на мой нано-стейшн лога. Не знаю, может и в нем, кстати, уже исправили эту ошибку, хотя надо будет посмотреть. Такие дела у нас сегодня, друзья. Короче, если вам важна безопасность, делайте, как сейчас делают многие организации. Просто отказывайтесь вообще от Wi-Fi сетей. Пользуйтесь Ethernet сетями. Это намного безопаснее. Я не скажу, что это идеальный вариант, но это намного безопаснее, чем использовать Wi-Fi сети. Будьте умнее, чем другие. Но если вам пофиг на свою защиту, то просто забейте. В читавочках сижу, у меня солнце светило в глаза. Друзья, я сегодня первый раз решил снять ролик подобного формата. Просто сесть и начать его записывать на вебку. Наверное, даже монтажа никакого не будет, ничего не вырежу. Если вдруг вам понравится такой формат, то я буду делать ролики чаще, потому что такие ролики не требуют затрат никаких. Давайте так, чтобы было честно. Если вам понравится такой формат, ставьте лайк. Если такой формат вам не нравится, ставьте дизлайк. Пусть все будет честно. Ну и еще можете написать что-нибудь в комментарии, чего не хватает или о чем поговорить в следующий раз. На сегодня все у нас, друзья. С вами был Андер. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok